Здравствуйте! Ежедневно, общаясь с пациентами, которым установлен диагноз «рак», мы видим в их глазах испуг, а порой панику. Подобный имидж этого заболевания прочно вошел в подсознание людей, и это у специалистов вызывает определенное неудовлетворение, поскольку другие заболевания, которые являются намного более тяжелыми, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, такого испуга у людей не вызывают. Так, пациенты ишемической болезни сердца ходят спокойно по улицам, держат при себе таблеточки нитроглицерина, при возникновении боли глотают их, снимают боль, при этом в любой момент у них может развиться инфаркт миокарда, который может послужить причиной смерти. Но, тем не менее, лишь диагноз «рак» вызывает панику. В сегодняшней лекции хотелось бы кратко, простым языком, рассказать об общих принципах развития опухоли, для того, чтобы избежать подобных панических настроений. Давайте вспомним обычную математику. Я не знаю, какой класс в школе. Ось абсцисс, ось ординат, это время, это размер. Появилась первая опухолевая клетка. На самом деле она появляется не одна. Есть моноклональная теория, есть поликлональная теория возникновения рака, есть теория опухолевых полей. Но мы сейчас упрощаем, сводим все это к одной клетке. Итак, одна клетка, из одной две, из двух четыре, опухоль начала расти. Проходит какое-то время, назовем его Т1. Опухоль достигает размеров примерно в 5 мм. Почему мы говорим именно о 5 мм? Это тот размер, который современными методами диагностики можно найти. Так называемый диагностический порог. Человек в этот период чувствует себя абсолютно здоровым. Его ничего не беспокоит, он ведет обычный образ жизни. И лишь при проведении полноценного скрининга, полноценного обследования у врача, который мы должны проходить раз в год, и который, к сожалению, в нашей стране в настоящее время не проводится, эту опухоль можно найти. Проходит еще какое-то время. Назовем это время Т2. Опухоль достигает каких-то размеров. Я поставлю здесь знак вопроса. Поскольку понятно, что у великана это будет один размер опухоли, у гнома другой. Но принципиально опухоль достигает тех размеров, когда человек начинает ощущать себя больным. Его что-то беспокоит. Он нащупывает опухоль в малышной железе. У него появляются слабость, боли, дискомфорт, патологические выделения. Это так называемый клинический интервал. Появляется клиническая симптоматика заболевания. Если на этом периоде пациент не обращается к врачу или диагноз не установлен, опухоль продолжает расти. Проходит еще какое-то время, которое мы назовем Т3. Патологическое образование достигает весьма условной массы в один килограмм, которая является несовместимым в жизни. Человек погибает. Время от гипотетической первой опухолевой клетки до смерти без лечения называется естественная история роста или естественная история развития злокачественной опухоли. Соотношение времени Т2 к Т3, то есть времени, когда человек пришел к доктору с какими-то симптомами, ко времени естественной истории роста примерно 3 четверти. То есть на том этапе, когда Вы пришли к доктору с жалобами и Вам установлен диагноз рак, 3 четверти естественной истории роста прошли. Звучит это ужасно, если предположить, что естественная история роста несколько месяцев. Слава Богу это не так. Естественная история роста опухоли может достигать десятилетий. Для чего я рассказал об этом факте? Для того, чтобы вы поняли, что к тому моменту, когда вы пришли к доктору, вам назвали этот диагноз и у вас возник страх, вы должны понимать, что как минимум несколько месяцев, а скорее всего и лет, вы уже больны этим заболеванием. Но при этом вы вели обычный образ жизни, воспитывали детей, занимались своей любимой работой. То есть ничего не изменилось, кроме того, что вы получили информацию. Поэтому призываю вас успокоиться, трезво оценить ситуацию и взяться за лечение. Итак, естественная история роста опухоли. Она определяет продолжительность жизни в большей степени, чем врач. Если это латентно, то есть относительно доброкачественно развивающийся рак, то прожить без всякого лечения человек может десятилетия. В одном из классических исследований, проведенных в Великобритании в 1926 году, когда пациенты, врачи наблюдали за монашками одного из монастырей, которые были согласны обследоваться, но ли лечиться, в силу религиозных убеждений, Бог дал, Бог взял, самый длительный период наблюдения за женщиной, страдающей раком молочной железы, составил 19 лет без лечения, подчеркну. И женщина погибла под колесами трамвая. Естественная история роста опухоли. Принципиальный момент. Однако прямых методов определения продолжительности этого периода у нас нет. Для того, чтобы его измерить, нужно определить опухоль, каким-то методом диагностики четко измерить ее максимальный диаметр, дальше оставить пациента без лечения и через какой-то интервал опять измерить опухоль, опять ее максимальный диаметр. Понятно, что в современном мире такие исследования не этичны и проводиться не будут. Поэтому это имеет лишь теоретическое значение, но тем не менее очень важное. Возвращаемся к нашему графику. Вы обратились к доктору на этапе, когда опухоль имеет клинические проявления. Казалось бы, есть опухоль, мы понимаем ее механизмы и мы удаляем опухоль. Вылечивает ли это вас? Да, в некоторых случаях да. Но, к сожалению, в меньшинстве. Поскольку еще на том этапе, когда опухоль имеет объем примерно 1 кубический миллиметр, она уже может приобрести так называемый метастатический фенотип. То есть, возможность отделять от себя клетки, которые не погибают при этом, перемещаются стоком лимфы или крови, не погибают при этом, выходят за пределы кровеносных или лимфатических сосудов и дают там рост. Сравнить это можно на следующем примере. Если вы отломите веточку от дерева и бросите ее на асфальт, то по всей вероятности эта веточка погибнет. Если же вы отломите эту веточку, поставите ее в стакан с водой, подождете, пока разобьются корешки, а потом посадите в хорошо удобренную почву, то вполне возможно, что эта веточка приживется и даст рост. Примерно этот же этап, стакан с водой, удобрение почвы, времени, нужен и опухоли для того, чтобы она дала метастазы. В период отделения клеток от опухоли, которые циркулируют в биологических средах организма, защитная среда человека, она пытается атаковать эти клетки. Она понимает, что это клетки ненормальные, но в то же время по составу эти клетки свои, эти клетки организма, пусть и измененными. Это не бактерия, это не вирус, поэтому сила атаки защитных сил организма не в состоянии уничтожить клетку, но вполне по силам, этим защитным силам, изменить ее биологические свойства. И это происходит. Вследствие этого клетки, оторвавшиеся от опухоли, могут расти быстрее, чем первичная опухоль. Примерно с такой же скоростью и медленнее. Разберем каждый из этих трех вариантов. Первый вариант. Растет быстрее. В такой ситуации пациент обращается к доктору, доктор находит метастаз, но опухоль найти не может. Не потому, что он неграмотен, не потому, что он не понимает суть происходящих вещей. Просто на том этапе, когда вы пришли к доктору, метастаз уже вышел на период диагностического интервала, а опухоль нет. И в таком случае существует диагноз метастаз из опухоли без первичного очага. Второй этап. Метастаз растет примерно с такой же скоростью. В таком случае при хирургическом лечении мы можем найти эти метастазы, если операция будет выполнена в соответствии с онкологическими принципами выполнения подобных операций. Когда вместе с опухолью будут удалены и те зоны, куда наиболее часто метастазирует опухоль. Каким образом мы можем найти метастазы, которые растут медленнее? Если к моменту обращения к доктору эти метастазы находятся ниже диагностического интервала, найти их нельзя. Существуют, конечно, косвенные методы их определения, но они не позволяют сделать это с высокой долей вероятности. Какова же задача хирургического лечения пациента, страдающего с злокачественной опухоли? Это не только удаление первичной опухоли и видимых метастазов. Это гораздо более сложная задача в той ситуации, когда на дооперационном этапе мы еще не знаем, есть метастазы или нет. И только детальное исследование всего удаленного материала вместе со всеми лимфатическими узлами позволяет найти эти метастазы. И если мы нашли у конкретного пациента метастазы, которые растут с такой же скоростью, как первичная опухоль, то мы никогда не можем уверенно сказать, что метастазов, растущих с меньшей скоростью и на данный момент находящихся ниже диагностического интервала, у него нет. Следовательно, длительность жизни, продолжительность жизни, она будет определяться темпом роста этих теоретически существующих метастазов. Как можно их удалить? Никак. Нельзя удалить то, не знаю что. Нельзя удалить то, не знаю где. Следовательно, должны быть какие-то методы, которые позволяют уничтожать опухолевые клетки вне зависимости от их локализации. Такими методами в онкологии являются химиотерапия, гормонотерапия и иммунотерапия. Думаю, что подробнее о всех этих методах лечения мы расскажем вам в следующих лекциях. Спасибо большое. Спасибо.